всем доброго времени суток с вами геленджик лайф и сегодня вторник 9 октября видео это будет такая мини нарезочка моего времяпрепровождения за последние два дня в том числе вместе с мишей сегодня на улице у нас плюс 20 градусов пасмурно немножко но в целом довольно комфортно погода для того чтобы прогуляться к сожалению я не гуляю я иду на работу поэтому пойдемте вместе со мной я покажу вам геленджик в октябре месяце путь мой лежит мимо санатория звездочка у них вот отдельный вход туда вниз по набережной спускаешься переходишь дорожку полуночарского и идешь вниз и так мы двигаемся по улице халтурина цель моя дойти до тельмана там находится судебный участок номер 15 номер 16 мне нужно там взять кое-какие документы и дальше я уже пойду на работу но чем же я хотела вам показать чем знаменитая улица халтурина помимо того что значительную часть занимает пансионат звездочка также здесь очень много частного сектора и конечно же в летний период времени здесь дается большое количество домиков комнаток и номеров и совсем недавно по этой же улице было построено несколько домов и был открыт магазин пятерочка помимо всего прочего если двигаться по этой улице вы дойдете до старого автовокзала откуда ходят пригородное сообщение ну и также можно уехать например в новороссийск с этого автовокзала тут несколько раз в день ходит автобус и так что же произошло за эти несколько дней первое все воскресенье я готовила мишки торт который называется диана как он готовится я говорить не буду потому что мне он особо по вкусовым качествам не очень понравился это чисто на любителей кто обожает шоколад и вишню я немножко сдержанно отношусь к такого роду тортиком мне больше нравится шоколадные торты вот поэтому я могу сказать что тортик в принципе очень вкусно и интересный но опять же я сейчас напоминаю на любителя поэтому сам рецепт выкладывать не буду покажу что у меня получилось смотрите вот такой тортик у меня получился сейчас я хочу украсить его сверху шоколадом чтобы он был красивый да загадывай свое мега супер-пупер желание давай старичок ну а вчера мы с мишей провели вместе несколько часов на рыбалку сейчас идет молодая кефаль или чурал чуларка ее называют все то есть мы с ним сходили порыбачили наловили довольно большое количество рыбы сегодня буду ее жарить и отлично действительно в первый раз за два года нам удалось что-то поймать и это дорогого стоит друзья мои дорогого всем привет с вами геленджик лайф и сегодня 8 октября 2018 года я поздравляю своего мужа с днем рождения я тебя очень сильно люблю спасибо спасибо что ты у меня есть ну и чтобы у нас был неординарный день рождения мы провели провести его решили на рыбалке мы пришли на рыбалку и нам в первый раз повезло мы набрали нас обновили насобирали насобирали кучу рыбы в общем это чуларка чуть побольше она уже будет будет называться лабань ну по сути это кефаль вот отлично сидим отлично рыбачим в общем рыбы много сейчас мы будем собираться уже домой это чуларка это молодая друзья при этом я доволен вообще полностью сегодняшним днем сейчас мы заберем валика и пойдем бегать дальше сегодня у меня рабочий день разумеется и поэтому я иду на работу вот что касается путешествий мы хотели съездить за грибами к сожалению они не получилось это сделать воскресенье потому что миша ходил в другое место как я и говорила он хотел сходить пинбольный клуб там они поиграли вот и мы уже не успели сходить в лес из-за этого но я думаю что ничего страшного как-нибудь все таки выберемся и в лес тоже ну а я за милой беседой вместе с вами подхожу как раз к старому автовокзалу здание здесь обновляется строится действительно нормальное место чтобы по моему даже с залом ожидания вот это здание хотели обновить вот строится а вот в этом домике находится пункт продажи железнодорожных билетов поэтому по улице красных партизан одна из самых таких вот крутых горок в городе и такая же горка есть по другим улицам которые идут параллельно этой и так могу сказать что в последнее время у меня какая-то дикая аллергия что-то сейчас видать цветет то есть ну есть люди которые приезжают в геленджик или в краснодарский край и они сталкиваются с такой проблемой как аллергия на амброзию но сейчас амброзия уже не цветет а аллергия моя обусловлена каким-то другим растением который сейчас очень бильно цветет возможно что у меня аллергия на гибискус потому что сейчас много цветов гибискуса такая вот крутая горища просто-напросто огромная практически можно вообще ползком ползти по ней итак двигаемся выше дошла я до улицы кирова но улицу кирова я предпочитаю переходить только по светофорам и поэтому я немножко спущусь вниз перейду ее по светофору и отправлюсь дальше в сторону улицы тельмана перекресток остался позади и я вышла на финишную прямую улица ломачарского является одной из главных артерий города здесь самое напряженное движение и конечно же если у вас ребенок ходит в школу то разучивайте с ним вместе правила дорожного движения обязательно если он пересекает такие большие улицы хотя мне кажется именно на больших улицах меньше таких правонарушителей потому что здесь все-таки есть светофоры и есть места по которым можно дорогу спокойно перейти вдалеке маячит лазурит когда-то мы были вот в таком шаге вот вот в таком вот от того чтобы купить там квартиру хорошо что не купили потому что дом там сдался на два года позднее чем азимут потому что были проблемы у застройщика вот я и дошла до улицы тельмана она идет вверх куда высоко в горам горам и также она идет вниз вплоть до садика на улице декабристов куда мы ходили с водюшкой раньше в садик кто любит розы всем советую посетить вот это вот местечко которая располагается прямо напротив кафе соло итальяна здесь вот очень красивые розочки очень очень разные они цветут постоянно причем есть совершенно необычного цвета то есть если фиолетовые здесь розочки есть и белые розовые всякие очень красиво и я думаю что для любителей пофоткаться с розочками здесь самое крутое местечко ну что еще а еще тут есть пещера из елки да и пещера из елки которую можно тоже сфоткаться такая вот красота у нас здесь неописуемая ну а с вами был геленджик лайф ставьте пальчик вверх подписывайтесь на наше новое видео оставляйте свои комментарии и привет вам из солнечного классного геленджика в октябре месяце он здесь потрясающе в октябре месяце